Затягиваем пояса потуже сокращение доходов, девальвация, инфляция, безработица и АТО повлияли на материальное положение украинцев. Наши корреспонденты интересовались, на чем экономят жители нашего города. А эксперты поделились способами выхода из сложившейся ситуации. Из-за ситуации на Донбассе Украина потеряла весомую часть экономического потенциала. Нагрузка на бюджет существенно увеличилась по причине проведения боевых действий. Выплат переселенцам и военнослужащим. Для перезагрузки отечественной экономики необходимы экстренные меры, считает эксперт Центра Разумкова, с которым мы связались по телефону. Украина очень нужна приватизация, от которой можно ожидать приход инвесторов и возобновление деятельности предприятий. Василий Юрчишин также считает, если власти создадут выгодные условия для прихода иностранных инвестиций, тогда Украина, возможно, сможет преодолеть кризис и повысить уровень жизни населения. Но пока цены стремительно растут, а зарплаты и пенсии остаются прежними, запорожцы начинают активно искать способы, как сэкономить. Ничего не отказываюсь, может изредка так, от каких-то особо дорогих продуктов, от красной рыбы может. Когда как, как на чем придется, на бытовой химии стали подешевле брать, и подгузники подешевле, и одежды уже не так много, как раньше покупаем. На питании не экономим, ни для детей, ни для себя. Я плачу в основном за квартиру, и у меня остается 200 гривен на расход, в смысле, трудно сказать, на чем я экономлю. На чем я экономлю? Вода, свет, лишний раз телевизор не включаем. Ну и естественный продукт. Меньше мяса, больше овощей. Так люди с каждым днем вынуждены все больше себе отказывать в элементарных вещах. Поэтому экономисты советуют простым украинцам набраться сил и терпения, и рассчитывать только на свои силы. Ведь улучшение ситуации в ближайшее время не предвидится. Для того, чтобы увеличить способность, но удержать цены, то есть, к сожалению, лучшего варианта, чем поиск дополнительных источников заработка, здесь в настоящее время просто нет. Эксперты считают, ситуации в дальнейшем не изменятся, если не будут проведены реформы в налоговой сфере и судебной системе, а также снижен уровень коррупции, который разъедает власть изнутри.